друзья всем привет сегодняшнее видео самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол именно японский именно беспробежные автомобили и так многие из вас хотят приобрести японские автомобили но к сожалению не у всех есть деньги но все же все же японский автомобиль хочется сегодня разберем всего вообще две марки автомобили есть suzuki alto и daihatsu мира сегодня подробненько разберем их какие двигатели вообще внешний вид по салончику и так далее такие автомобили можно купить раньше они вообще стали раньше года там три-четыре назад альту миру трехдверу можно было взять мы как то брали в уссурийской по 160 тысяч 160 тысяч рублей сейчас в принципе до 300 тысяч можно уложиться поэтому посмотрим и маленькая такая вставочка для тех кто говорит правый руль погибает покупать его никто не будет умирает и так далее друзья кстати предвидя вопрос выходил с машины вот так вот налет и вот бах об дверь ударился предвидя они предвидя вопрос да что правый руль не покупают на улице на улицу очень сильный ветер не знаю что будет со звуком посмотрите в данный момент находимся в транспортной компании в одной транспортной компании по городу их очень много кстати вот форестер который видео попадал стоит ждет свои отправочки посмотрите сколько машин это одна транспортная компания сколько их по городу везут покупают все форестер эль гранды покупают конструктора распилы полная пошлина автомобили вице а леончики старые сервы спайки террю стоит steam и крауны марк 2 одиссея посмотрите сколько автомобилей мужа вглубь туда не будем уходить и сейчас покажу еще на выезде автовоза вам степ вагоны mazda и steam и альфарды вэлфайр и вот киа есть даже даже левый руль все вот эти автомобили выходят в центральную часть россии а кто-то говорит то что правый руль не покупается тут ребят можно поспорить покупает еще как и несмотря на то что идет подорожание ну я считаю то что качественнее японского автомобиля просто просто нет пойдем посмотрим что грузят на автовозы вот смотрите выехали один стоит автовоз 2 стоит ждет погрузки и 1 2 3 4 4 автовоза практически загружена еще раз повторяюсь это всего лишь одна транспортная компания по городу их куча ну и вот стоянка с другой стороны поэтому ребят кому нужна помощь приобретение японского автомобиля помощь в проверке автомобиля сопровождение сделки отправки автомобиля обращайтесь все контакты указаны под каждым видео и все контакты указаны в описании канала ну контакты это один номер телефона напоминаю всяких дублеров там собратьев у нас нет проверка одного автомобиля стоит две тысячи рублей более подробная информация по телефону но теперь идем смотрим самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол вот пожалуйста едем еще светов того смотрите aqua 1 aqua 2 wing road фрит новый что такое стоит хорек стоит креста стоит но хорек и креста это скорее всего конструктора так пришли на авторынок но походили посмотрели цены все-таки знаете все-таки до 300 сложно до 300 тысяч у нас попадает в принципе только одна марка это автомобилей это вот вот этот вот автомобиль дайхатсу дайхатсу мира три двери рассмотрим его рассмотрим мира с ну скажем так возьмем до 350 тысяч мира с и рассмотрим еще suzuki alto сейчас посмотрим насколько затянется видео сильно в подробности вдаваться не будем в технические характеристики просто внешний вид ну и что она по оснащению и возможно еще заснимем цены потому что вот эта стоянка на ну посмотрите она полная кейкаров и так дайхатсу мира год сейчас я спрошу какой год год здесь не указан три двери белый цвет каких-то там супер знаете наворотов в таких автомобилях не бывает фары обычные редко они приходят именно на литье приходят на штамповках в основном данный автомобиль на летней резине вот стоимость не написали точнее я и написал 300 тысяч рублей это окончательная стоимость автомобиля в плане никакие пошлины там утили сборы платить не нужно то есть пришли 300 тысяч в руки отдали возможно есть еще какой-то торт торг торт выписали договор купли-продажи сели поехали значит летняя резина резина 2019 года размер колес 145 80 на 13 сзади балка видите все просто бензобак посередине ничего ничего интересного стопы и такие вытянутые дополнительный стоп-сигнал дворника нет багажной кстати вот мира может похвастаться реально объемным багажным отделением она действительно большое тазик есть запаска сзади видим все целенько родной кстати автомобиль больной 4 балла единственный минус этих автомобилей ну посмотрите вот задняя лавка тут к сожалению ничего ребята не поделать вот такая вот она идет под углом 90 градусов ее можно сделать их там выгибают делают но зато большое багажное отделение вот так она складывается получается 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 ровный пол сидение двигаются здесь все просто самый простой пластиковый руль корректор фар здесь у нас дополнительных каких-то кнопок нет она идет даже на веслах ручник подстаканник здесь два подстаканника розетка 12 вольт вот такого плана печка магнитофон самый самый простой двигатель 07 на спидометре 140 посмотрите несмотря то что автомобиль маленький поверьте мест в любом кикаре в любом место действительно очень много мне здесь даже не тесно я даже вот головой не достаю до потолка что еще здесь пока на показывать здесь больше ничего кстати они есть на коробке бардачок электронная птс я аукционный лист этот не проверял но говорят то что он родной 4 балла пробег 133 тысячи видите пробег никто не скручивал двигателя такие ходят ходят 250 плюс они ходят приходили блин ветер такой на улице машину наш качает приходили автомобиль и с пробегами видели и 400 и 450 хотел сказать тысяч рублей километров тысяч пробег антенка вот кто-то вот здесь поломал ушки такие узнаете смешные маленькие 07 стоит цепь все обычно итак стоимость данного автомобиля 300 тысяч рублей самый дешевый автомобиль самая дешевая марка автомобили которые которую можно приобрести следующий автомобиль это дайхатсу мира с здесь уже как видите 5 дверей то есть это полноценный автомобиль стоимость этого авто он 2015 год стоимость его 355 тысяч рублей тоже двигатель 07 есть автомобиля 4 воды есть передний привод ну предыдущий автомобиль тоже есть 4 воды есть передний привод собственно вот так он выглядит данный автомобиль конечно посимпатичнее в плане надежности тоже хороший довольно много таких автомобилей с помощью нас уже приобретено заднее сидение не раздельно основном а с автомобиля не почему-то приходит без подголовника но подголовники ребят сюда по моему подходят от тариуса это магнитофон чеки лежат здесь тоже у нас идет пластик убирать их не будем залазить туда не будем сиденья задние у нас спинка заднего сиденья тоже складывается образуется багажное отделение вот этот автомобиль он может похвастаться местом очень много места сзади давайте сейчас покажу смотрите переднюю сидушку двигаю до конца все она отодвинуто до конца прям до упора назад смотрите не каждый седан может похвастаться вот этим вот я вот сел вот как вам как вам так показать здесь чисто не буду вторую ногу засовывать вот сел в принципе нормально смотрите у меня даже коленка она не достает на спинке втроем тесновато вдвоем сзади будет сама то тоже не обо что не бьюсь все замечательно автоматические стеклоподъемники подстакане колоночка все идет по стандарту здесь четыре стеклоподъемника дверная карта сплошной пластик эко идол корректор фар нравится здесь подсветочка есть тоже простейшая самая самая простая магнитола вот всем рекомендуем менять их можно вообще поставить на андроиде сюда 21 скую будет будет очень клево кстати открытие бензобака находится посередине кто не знает может первый раз не найти даже я по моему когда не только появились не смог место тоже очень очень много в данном автомобиле человек большой комплекции полной комплекции тоже по месяца здесь без проблем это вот такой японский навигатор стоит в речке обычный все на включалках на крутилочки кондиционер бардачок вот такой вот маленький что там аукционе к не вижу ну по моему сказали тоже больно пробег в районе сотки сотки 120 или тоже 130 километров ой 130 километров 130 тысяч километров аирбэк раз airbag 2 больше аирбэков здесь нет вот такого плана дуйки 07 знаете вот мира есть одна из тех один из тех автомобилей 07 не turbo которые реально едут прям едет она по трассе 140 она идет свободно понятно если мы сюда посадим нам всю семью всю семью там маму папу жену домой еще кого-нибудь она не поедет но два человека она тянет и в гору тянет по прямой тянет вообще как надо она маленькая но я имею ввиду автомобиль не длинный если 4 воды проедет везде еще если на хорошей японской резине пойдем глянем что у нас там под капотом прячется танки тоже вот такие вот старого плана которые выдвигаются засунуть бы засунул резина значит здесь дала тоже лето 18 год размер 155 65 на 14 вот он 07 тоже цепь стоит 15 год стоимость 355 тысяч рублей согласитесь неплохо смотрится данный автомобиль прям неплохо ну и следующий третий автомобиль это suzuki alto то новый кузов последний кузов уже пятнадцатый год 370 тысяч но на дачу 350 тысяч тоже 07 здесь был небольшой ремонт по левой стороне но хорошая же некая комплектация сейчас посмотрим что с ней аль да конечно по внешнему виду она она действительно изменилась лучшую сторону вообще японские автомобили меняются только в лучшую сторону по внешнему виду на и так резина то я 2017 года выпуска размер 145 80 на на 13 ветровики родные альта давайте тоже видите да 5 дверей ниша ремкомплект есть место смотрите сколько места сзади сиденья мне вот обшивка нравится сидушке тоже вот так складываются тоже очень много места данном автомобиля но здесь спинка сиденья уже нормально сзади у нас электростеклоподъемники здесь предусмотрим крючок на 4 килограмма я не знаю вот у нас там лада собирается но неужели у нас вы выступал он был кто-нибудь там 4 килограмма японцы молодцы все указывают везде ладно здесь уже пачкать не буду место очень много сзади кстати приятно автомобиль по салону в плане чистоты здесь тоже пластик вот с электронной аукционника не вижу два подстаканника подогрев сидений практически ребят климат-контроль фальшвейер вот и дикой блестится есть анти-юз лифт сидений а и стоп корректор фар здесь тоже 140 пластик идет уже более-менее такой мягкий оплеточку кто-то уже установил аварийка ну все все как положено все как все как в обычном автомобиль но вот эти автомобили мое мнение такое либо действительно у кого вот не денег дано хочется не денег на полноценный автомобиль там миллиона 800 тысяч хотя в принципе сейчас за 800 тысяч тоже там что-то что-то такое серьезно не купить либо для начинающего водителя вот чтобы скажем так сильно много не тратить на хороший автомобиль покупать такой и научиться научиться ездить зеркала даже складываются и регулируется для этих автомобилей это хорошая комплектация тоже 07 тоже цепь но здесь вот мне нравится именно доступ к двигателю под капотного пространства с капот открывается высоко то есть все четко удобно и доступно и так 15 год 300 стол 370 на даче 350 тысяч рублей ну давайте немного пробежимся вот просто посмотрим по ценникам лифт 530 тысяч days rooks 450 тысяч простой ds 455 тысяч непростое модный джи салон а еще один ds 415 тысяч subaru плео то же самое что и мира с 385 тысяч рублей пасек цена не указана есть одеха цена тоже они вру цена указана 495 тысяч рублей ну довольно редкие экземпляры на авторынке мало таких осталось грузоподъемность 450 килограмм есть nissan nv стоимость автомобиля 1 миллион сто девяносто тысяч рублей но это новый автомобиль 2018 года выпуска и он идет 4 воды они кстати вот до появились новенькие 4 воды это конечно плюс о об этих автомобилях мы сделаем видео то есть рабочие лошадки это nissan nv 200 mazda bongo и nissan ванет друзья ну собственно наверное все будем заканчивать показали самые дешевые автомобили на авторынке зеленый угол то есть в принципе за 300 тысяч рублей можно приобрести вот такой вот вот такой вот дайхатсу мира не ес а именно мира всем спасибо за просмотр кто досмотрел до конца всем спасибо за комментарии которые написали на сегодня все всем пока